Телекомпания «Вид» представляет Здравствуйте! Добрый вечер! В эфире программа «Жди меня». Люди, которые обращаются в нашу программу, руководствуются самыми разными мотивами. Одними движут чувство вины, другими – любопытство, третьими – благодарность, четвертыми – долг. Для кого-то встреча с родственниками своего рода преодоление, а для кого-то – невероятное счастье. Но какими бы разными ни были причины поисков у наших гостей, все они в конечном счете хотят одного – увидеть родные лица и больше никогда не терять их из виду. А мы им в этом с радостью поможем. Итак, мы начинаем. Братья и сестры должны иметь возможность общаться, чтобы не думали по этому поводу их родители. К сожалению, многие из них при расставании делят между собой не только совместно нажитое имущество, но и собственных детей, не давая им видеться в дальнейшем. Да, таких историй у нас в программе было немало. И каждый раз это огромная трагедия и боль. О том, как ее разлучили с сестрой, нам сейчас расскажет Марина Ивановна Напольских. Марина Ивановна, проходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Марина Ивановна, откуда вы к нам приехали? Я приехала из Краснодарского края, казачьей станицы Каладжинской. У нас даже песня такая есть. «Каладжиночка, красавшей в мире нет, ты зимой снежиночка, а весной букет». Этой песне 200 лет казачья песня. Я разыскиваю свою сестру. Нас в детстве разлучили. Мне было около двух лет. Как ее зовут? Ее зовут Бондарева Ирина Ивановна. Она младше вас? Нет, она старше. Она старшая сестра? Ей было 3,10. Отец с матерью разошлись. Потом какое-то время мы с бабушкой жили. Ну, с матерью и с бабушкой. А потом он приехал, и, в общем, они договорились так, чтобы алименты, наверное, не платить, и нас поделили. Бабушка этого не знала, что Иру забирают совсем. Он сказал, что в гости ее забирает. Дядя, тетя, мамам провожали. Бармавир на поезд. Они все плакали. Ирочка кричала, мамочка, не отдавай мне. Отец забрал. А когда бабушка узнала, что Ирочку совсем забрали, она так кричала. Соседи думали, что кто-то умер у нас. Ну, а потом я с матерью, она замуж вышла. Мы уехали в станицу Ахметовскую. Я там пожила, наверное, года 2, может быть, 3. Ну, они пасли скотину со своим сожителем. Оставляли меня, мне 5 лет было. На день могла я одна остаться там. Там старушка меня одна какая-то, лет 90, наверное, пригревала, кормила, поила. Мама вами не занималась совсем? Ну, занималась, приед, занималась, все. Потом, в общем, передали моей бабушке с другой страницы. Бабушка приехала, с дядей меня забрали. И я стала жить у бабушки. Это со скольки лет вы начали жить с бабушкой? Ну, 5, еще 6 не было. А бабушка, как всегда, она заговорит. Иринка, она ее называла Иринка. Как всегда заговорит, всегда плакала. Очень плакала. Бабушка умерла. Нет уже бабушки. Знаете, я 19 лет. Я уже вышла замуж. У меня ребенок родился. Я искала, ездила в Ростов, в Окса. Ездила туда, где она живет. Мы через милицию нашли, там адрес нам дали. Мы пришли туда, к ним домой. Дома никого не было. Я позвонила соседине, этот, в квартиру. И там парень вышел. А я спрашиваю, здесь Бондарева живут? А он говорит, да, Бондарева живут. Я говорю, скажите, а Ирина Бондарева здесь живет? А он сказал, нет, Ирины здесь нет. Она жила, но она уехала. Сказали, где работает жена отца моего. Но я пошла туда, в какой-то кафе, весна, как сейчас помню. Пришла она поваром там работала. Я прихожу, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Вы жена Бондарева Ивановича? Она говорит, да. А что вы хотели? Я говорю, а я его дочь Марина. Она сразу сказала, вы за наследством приехали? Я говорю, нет, я хочу свою сестру найти Ирину. Ну, она потом говорит, отца нет. Он в шахтах работает. Он завтра должен приехать. Ну, мы уехали в Ростов к родственникам, там ночевали. Потом они нас приветили. Они нас на следующий день. Я приехала, отец с работы приехал. Ну, я говорю, вы покажите фотографии. У нас всего лишь одна единственная фотография, где она и я. Ну, покажите, как она росла, какая она, что она, где она. Она говорит, она уехала в Подмосковье на какой-то фабрике, то ли шьют накидки на танки. Вот что-то туда она уехала. В 16 лет девочка уехала. И говорит это, она все фотографии до одной забрала. До одной фотографии. Ну, не одной фотографии Ирины не осталось. Я думаю, наверное, ей жилось немец, что она уехала. И так они не знали, где она, что она. Вот так вот уехала, дитя в белый свет. Куда там. То есть связь с ними потерялась? У дочки с папой? Да. А мама ваша никогда не искала дочку после того, как папа ее забрал? Нет, не искала. А почему? Ну, она своей жизнью занималась. Жила рядом, но по 5 лет я могла ее не видеть. По 5 лет? 20 километров. От станицы, от станицы. А маму обижались? Ну, конечно, обижалась, когда хотела очень видеть. Попрошу бабушку. Бабушка, поехали до мамы. Она говорила, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Ну, до матери хочет. И мы приедем туда. Ну, а там весело, все. Мы даже там не ночевали. Мы ночевали у соседской бабушки. И утром на автобус и уезжали домой. Все. Ну, весело в смысле какого-то разгула какого-то, да? Ну, компанией. Компанией. А как вы думаете, вот ваша сестра может обижаться на маму? Я думаю, да. Я думаю, знаете, она, возможно, может быть и помнит. Три года, десять месяцев. Вот могут помнить. Какие-то картинки могут всплывать. Тем более стресс вот такой. Она кричала, чтобы мать ее не отдавала. Она могла это помнить. Это да. Вы знаете, я вам скажу так, что ей действительно до сих пор очень больно и обидно. Поэтому поначалу она даже отказывалась... Поэтому я ее везде ищу. ...от участия в нашей программе. Но потом она подумала о вас. Я-то ни в чем не виновата. Конечно. И везде ищу. Давайте посмотрим. Столько лет я никому не была нужна. Меня никто никогда не искал, не интересовался моей жизнью. И вдруг меня кто-то ищет. Я, конечно, не хотела встречаться категорически просто. Я так и написала, что встречаться я не буду. Пожалуйста, меня не беспокойте. Знала, что у меня есть сестра младшая. Знала, как ее зовут. Что ее зовут Марина. Но как-то искать ее... Я не думала даже об этом никогда. Насколько я знаю, мои родители развелись. И нас с детей поделили. Вот она осталась с матерью. С мамушкой. Я осталась с отцом. Когда отец меня забрал, у него была другая женщина. Он женился. У нее был свой сын. Потом у них появился совместный ребенок. То есть вот нас трое детей было в семье. Ну, семья большая, я считаю. Мы жили в Ростовской области, в городе Оксай. Отец сказать, что там он принимал участие в воспитании детей, я не могу. Но в основном занималась этим мать. Вот моя приемная. Когда я уже стала взрослее, я уже стала понимать, что я в этой семье лишняя. Конечно, сложно. Когда нет у тебя, так сказать, тыла. Нет. Это очень тяжело. Рассчитывать только на свои силы. Ну, ничего. Все получилось. Моя жизнь состоялась, я считаю, я состоялась как жена, как женщина, как мать. У меня все хорошо. Биологическую мать я никогда не осуждала. Но если она так сделала, значит, так было надо. Я даже, как сказать, я не оправдать не могу, не упрекнуть ее ни в чем не могу. Сделала, сделала, значит, решила, что так будет лучше. Либо так нужно было. Как получилось, так и получилось. Если вы отдали ребенка, значит, он вам не нужен. Мать – это та, которая тебя воспитывает, кормит, одевает. Да? Ну, и так далее. Растит, учит. Вот та мать, которая ночей не спит, когда ребенок болеет. Вот это мать. В моем понимании. Да? Да, поэтому та мать, мне больше мать приемная, чем вот биологическая. Другой просто я не знала. Она существует только в свидетельстве о рождении моем, где написано «Мать Забелина, Вера, сочетство не помню». Ивановна. Даже если бы меня искала мать, это было бы точно нет. Точно нет. А сестра, ну, это меня, наверное, я над этим задумалась просто. Марин, я решила встретиться с тобой, потому что ты очень много лет меня искала. Я сначала сомневалась, нужно ли это мне или нет. Но пришла к такому выводу, что мы с тобой должны встретиться и поговорить. Это... Вы видите, вы были правы, ей действительно пришлось нелегко и в детстве, и в юности. Но самое главное, что она все-таки решилась, и сегодня она здесь. Ирина Ивановна, проходите к нам, пожалуйста. Пойдемте встретиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 УДАРНЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы нечего нечего, все. Не хочу. Все хорошо, ты меня нашла, Натя. Долго и стала. Давайте присядем. Давайте присядем. Ирина Ивановна, спасибо вам огромное за то, что вы приехали. Не жалеете? Нет. Конечно, как же можно жреть, как у вас теплая и любящая сестра? Ну, вы знаете, наверное, вот это прям поступок. Я вот не знаю, я говорю, я бы, наверное, не смогла, так как она искать меня столько лет. Я бы не смогла. Марина Ивановна, расскажите про маму сейчас. Где мама? Сейчас мама живет со мной. Я ее забрала с Ахметовской. Она там жива. Последний муж у нее умер там. Я забрала. Она сейчас болеет. Ноги больные. Ну, я не брошу ее. Она моя мама. Я прощаю ей. Господь, надо, говорю, прощать. Надо прощать. Я прощаю ей все. Когда слышишь такие слова, все-таки что-то светлое впереди есть, да? Если не прощать, то трудно жить тогда с этим. Это прекрасно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Кирилл Ивановна, вам простить маму трудно? Вы знаете, я ее вообще в жизни никогда не винила. Да. Ну, я так думаю, что если я ее не могла упрекнуть, да, все эти годы, ну, и другие тоже не имеют на это права, да? Ну, отдала, ну, значит, так. Так, как получилось. Так, значит, было нужно. Я очень хочу, чтобы вы послушали, что ваша мама сама рассказала. Хорошо. Внимание на экран. Мне самой интересно. Такова женская станица наша, где ты родилась. Я с мужем познакомилась, мне лет 15 было. А я с подругой поехала, как сказать, в Адлер, в Сочи поехали. Ну, а там солдаты были, и мы так познакомились, и так получилась жизнь. Он года на три старше от меня. У нас первая родилась первая дочка в 68-м году. Назвали ее Иринка. Вот. Через год я родила Марину. Я замуж вышла не по любви. А он меня любил, а я его нет. Он стал руки протягивать, стал драться на меня. И как чуть мне по голове бьет, как чуть по голове, я ему предложила. Я с тобой дальше жить уже не хочу. И не могу, и не буду. Ты своей жизни живи, я своей. Мне сразу муж сказал, Иринку я забираю себе. Я ее люблю. Я ее забираю. А Марина, Марина на меня похожа, ты ее забирай. Это я. Так он сказал. Это мать молодая. Я послял жил, конечно, не отдумавшись. Ну, в душе кипело все. Преживала, плакала. Как она у отца там жила? Хорошо, плохо. Никто мне не сообщал, никто мне не звонил, никто мне не писал. Семь лет подряд я скотину послан. Мне время уделять никак ребенку не было. Марина была у мамы. Марина, дочь, она не обижается. Мам, я на тебя не обижаюсь. Ты нас родила, ты нас выходила, ты нас выничала. Ты не выкинула нас на улицу. Никуда ж. Ни под забор, никуда. Ирина, возможно, обижается. Вот скажет, Марину не отдала, а меня отдала. Ирины три месяца не хватало до четырех годов. Три месяца не хватало до четырех годов. Она уже все понимала. Конечно, ей бы хотелось и матерю видать, и сестру видать. Мне кажется, наверное, каждому захочется. Ну, как говорится, своя кровь должна бросить. Это я так думаю, а там, как повернется. Ирочка, дочечка, я тебя люблю. Я всю жизнь тебя любила. Я тебя нянчила, выкармливала. Может, ты обижаешься мне, что я отцу отдала тебе. Ну, прости меня. За мои дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, мама была совсем молоденькая, когда, оказывается, встретила папу. И когда родила вас, ей было чуть ли не 16-17 лет. Она сама ребенок еще была совсем. Потом меня родила. Ирина Ивановна, что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, прощение, наверное, каждый человек достоин. Я так считаю. Вот. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это очень важно слышать. Спасибо. Ирина Ивановна, мама не здоровая. И приехать в студию у нее сегодня не получилось. Но она очень надеется, что вы приедете к ней. Вы поедете? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приеду. Мы вам во всем поможем. Все организуем, билеты купим. Хорошо, спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно услышала интересное выражение одного английского писателя-историка. История – это исследование людских ошибок. Да, это замечательно. А мне на эту тему, Таня, нравится еще одно высказывание. История – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Наша следующая гостья – Анна Викторовна Валукина, преподаватель истории. Причем к изучению этой науки ее подтолкнула личная история семьи. Анна, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, расскажите, пожалуйста, какой период истории вы преподаете? 20-й век. История 20-го века. Великая отечественная. В том числе Великая отечественная. Ну, начинается с революции 905-го года. Потом Первая мировая война. Революция, гражданская война. Строительство нового государства. Великая отечественная война. Ну и так далее. Но, простите, да, история, с которой вы приехали, связана как раз с Великой отечественной, правильно? Да, связана с Великой отечественной войной. Это история моего дедушки. Мой дедушка в году Великой отечественной войны был ребенок. Но война не обошла его семью стороной. Еще до войны он и его братья остались одни с мамой. Папу посадили по 162-й статье за растрату мешка зерна. В общем, мама осталась одна. У нее трое детей. Работала она в колхозе. У колхозников и так та жизнь была сложная. А во время войны она стала просто невыносимо сложная. Потому что, когда мужчины на фронте, женщины должны работать из-за себя, из-за того парня. А тут трое маленьких детей, которых не на кого оставить. Назовите, пожалуйста, всех детей по именам. Да. Старшего звали Василий, Василий Прокопьевич. Ему было 9 лет. Он мог помогать матери в этом возрасте. Дети в колхозе уже работали. И уже зарабатывали свои трудодни. Поэтому его она оставила с собой. Он остался жить с матерью. А двоих младших детей, моего дедушку, которому было 7 лет, и младшего брата Александра отдала в детский дом. Мы точно не знаем год рождения этого мальчика. Либо 1937-й, либо 1938-й год. А дедушку Вашего звали? Виктор Прокопьевич Тардубаев и, соответственно, младший брат Александр Прокопьевич. Детский дом находился в соседней деревне. И я выяснила, что многие колхозницы были вынуждены на какой-то период, на какой-то срок оставлять своих детей в детском доме. Потом забирали, когда жизнь становилась легче. Как назывался детский дом? Это может быть важно для поиска. Детский дом находился в селе Кортус. Это 10-15 километров от родной деревни моего дедушки. И вот, оставшись вдвоем с братом в детском доме, дедушка рассказывает, что они очень часто сбегали. Сбегали к матери. Первый раз они сбежали, дошли 15 километров до родной деревни. И там прятались возле реки Ива растет. Вот они в этой Иве прятались, жили несколько дней. И старший брат Василий приносил им туда еду. Но когда мама узнала... Ну, представьте, 4-летний и 7-летний ребенок живут без присмотра. Конечно же, она их обратно отдала в детский дом. И потом дедушка говорил, что сколько раз не сбежишь, каждый раз оказывались снова в детском доме. И, как я понимаю, в последний раз, перед своим последним побегом, он решил, что, очевидно, побежит к отцу. Потому что отец на тот момент уже отсидел и остался жить в Приморском крае, деревня Черниговка. А папа не вернулся домой? Папа не вернулся. Почему, мы не знаем. Вот. И, соответственно, очевидно, они решили бежать к отцу. И вот дальше со слов дедушки. Я убегаю. Я понимаю, что Сашу с собой взять не могу. Он стоит возле ворот, плачет, машет мне рукой. И я его обнял и сказал, я за тобой обязательно вернусь. Но вернуться ему не получилось. И дальше их судьба разошлась. Дальше дедушка скитался. Жил у каких-то добрых людей. Пока кто-то из знакомых не сказал. Его дедушке и его бабушке, которые жили в Баграде. Это республика Хакасия. Примерно 100 километров от родной деревни. Моего дедушки. Дедушка с бабушкой узнали об этом. Написали отцу. Отец приехал. Забрал его. И увез на Дальний Восток. В Приморский край. Там он жил несколько лет. Как я понимаю, у моего прадеда Прокопия Васильевича была бронь. Потому что он был железнодорожником. Значит, война. А он живет и работает на железной дороге в Приморском крае. И вот туда он забрал моего деда. Своего сына. Как я понимаю, жил дедушка без документов какое-то время. Вот. Потому что он сбежал. Документы остались в детском доме. И мама об этом ничего не знала. Как я понимаю, в конце войны, может быть, в 44-м или в 45-м году, прадеда все-таки призвали на фронт. И своего сына он отправляет в Хакасию. Вот в Баград. И дальше мой дедушка живет у своего деда в Баграде. Работает в кузнице. С 12 лет работал на тракторе. И когда ему уже было 17 лет, о его местонахождении узнает его мама. Она посылает своего старшего сына Василия для того, чтобы тот забрал сына среднего, моего будущего деда. И привез к матери в деревню. Это был 51-й год. И вот в 51-м году семья воссоединилась. Деду было 17 лет. В 18 лет его призвали в армию. Он стал самостоятельным человеком. И сразу же начал искать брата. Посылал запросы в детский дом. Посылал запросы в различные архивы. Но стало известно о том, что детский дом в деревне Кортус очевидно был расформирован. Детей отправили в другой детский дом, в соседнюю деревню, Криславка. Потом и его расформировали. Детей передали в другой детский дом, в деревню Белык. Это примерно 30 километров от родной деревни моих родственников. Там жили какое-то время дети. А дальше нам неизвестно, на каком из этих этапов потерялся Александр. То ли он потерялся еще, живя в Кортузе. То ли в Криславке. То ли в Белыке. Потом мы знаем, что вроде Белыцкий дом, детский дом передали в Ачинск. Это примерно 300 километров от вот этой местности. То есть мы не знаем, в какой момент следы его теряются. Стало известно о том, что архивы сгорели, и информации никакой нет. И вот это вот желание найти своего брата, оно не покидало моего деда никогда. Он всегда об этом мечтал. Для него это была очень больная тема. Он часто об этом рассказывал. Он очень любил смотреть вашу передачу. Он надеялся, что его найдут. Он не пропускал ни одного выпуска. И мы, конечно же, хотели ему как-то в этом помочь. Поэтому, когда появилась возможность найти людей через соцсети, мы написали везде. Фамилия эта уникальная. Однофамильцев нет. Это редкая фамилия. Соответственно, людей в соцсетях с такой фамилией достаточно мало. Может быть, человек 30 или 50. Все они в основном потомки моего деда, его старшего брата, либо двоюродных. Но есть люди, которые имеют более отдаленное родство. Мы всем написали, у всех спросили, не являетесь ли вы потомками того самого Александра. Но никто не являлся. То есть прямых потомков Александра мы не нашли. Я правильно понимаю, что вашего дедушки уже нет? Да, он умер в 2017 году. И мы уже закончили поиски. Нам казалось, что ну все. Какой смысл искать? Но потом мы решили, что это последняя воля. Мы ее должны исполнить. Я знаю, вы прислали нам фотографию дедушки, которая была сделана незадолго до его смерти. Да. Посмотрим? Да. Хорошая фотография, теплая. Вы таким дедушку запомнили? Да, конечно. Я его еще и более молодым запомнила. Я его запомнила очень позитивным человеком. Давайте сейчас посмотрим более раннюю его фотографию. Ну, знаете, может быть, вот эта фотография поможет в наших поисках. Вдруг в каких-то чертах лица вашего дедушки кто-то узнает своего родственника. Очевидцы говорят, что они были похожи. Спасибо вам огромное за то, что вы продолжаете этот поиск. Спасибо вам за такой подробный рассказ. Мы будем очень-очень ждать откликов. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, мы очень рассчитываем на вашу помощь. Анна ищет своего двоюродного дедушку Александра Прокопьевича Тардебаева. Если вам что-либо о нем известно, пожалуйста, свяжитесь с нашими редакторами. Номер телефона и адрес сайта вы видите на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ Думаю, невозможно переоценить роль наставника в жизни любого человека. Воспитатель, школьный учитель, преподаватель в университете. Они формируют нас как личностей, выстраивают нашу систему координат и, пожалуй, влияют на нас не меньше, чем родители. А некоторым из нас так с наставниками везет, что память о них мы проносим через всю жизнь. И даже спустя десятилетие не забываем уроки, которые они нам преподали. Наши следующие гости как раз такие счастливицы. Анна и Ирина, выходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разберемся, кто Анна, кто Ирина. Анна. Ирина. Очень приятно. Прекрасно. Александр, Татьяна. Расскажите, какого учителя вы так ищите? Что он вам преподавал? Сюда мы пришли для того, чтобы разыскать нашего учителя по народному танцу, который был также основателем народного коллектива, который назывался «Счастливое детство», где мы с Ришей длительное время имели счастье находиться, танцевать. Какого возраста? Конкретно я туда пришла в возрасте шести лет. И вот с тех самых пор Геннадий Николаевич взял меня под крыло и началось очень интересное время. Потому что занятиями танцем народным, затем и классическим, не ограничивалось. Мы развивались как личности в общении, в каких-то поездках, которые неизменно происходили. И, безусловно, личность самого Геннадия Николаевича оказывала, ну, за себя, скажу пока что, неизгладимое впечатление, потому что человек, он был всегда, каким я его помню, харизматичный, энергичный. На тот момент, когда занималась я, ему было уже практически 50 лет, или даже уже исполнилось. И вот столько энергии, сколько было у него, не у каждого молодого находится. Он, наверное, выполнял в какой-то степени и отцовские в отношении нас функции. Функции. Действительно, да. Скажем так. Ирина, а вы когда пришли в коллектив? Примерно тоже в 6 лет. Так же, да? Да, примерно, да. Слушайте, ну, как здорово, через всю жизнь, в 6 лет, нести такую память и хотеть. Что вам особенно запомнилось? Мне особенно запомнилась доброта и мягкость этого человека, Геннадия Николаевича. Хотя, казалось бы, преподаватель танцев, может быть, такой состержен. Состержен, да. Он таким и был, но, знаете, он всегда очень легко мог рассмеяться. Вот это я точно помню. Он с нами любил, в общем-то, пошутить. Вот, и смех его я тоже очень хорошо помню. Я бы хотела рассказать с момента репетиции. Он приходил, ставил нам музыку какую-то новую. Мы слушали эту музыку от начала до конца. И он спрашивал, что вы увидели, какие образы, что вы почувствовали. И каждый отвечал. Он, то есть, не то, что поставил движение, да, и выучил с детьми. А он подходил вот с самого начала. Он касался нашей души. Но вы еще и дружите столько лет. Это ведь, наверное, тоже благодаря преподавателю. Я думаю, отчасти. Что вы не потерялись. Не без этого. Не без этого, конечно же. Потому что у нас были свои традиции в коллективе. Например, мы всегда отмечали дни рождения. Кто-нибудь, именинник приносил тортик. Мы сдвигали, у нас не было стола в зале хореографическом. Были только станки, соответственно, инструмент для музицирования. И мы сдвигали банкетки, на которых мы обычно садились переобуваться. И это был наш стол. Туда мы ставили торт, блюдечки, которые там сумели найти. То есть даже тортик позволялся. Понимаешь, какая жизнь? Позволялся, конечно. Позволялся. Позволялся. Да. И вот. Поэтому, да, мы общаемся. Общаемся каким-то таким небольшим кружочком на текущий момент, но стабильно. А как так получилось, что вы потеряли педагога вашего любимого? Случилось так, что Геннадий Николаевич все-таки покинул коллектив, и были уже другие педагоги. И мы к нему какое-то время приезжали. А потом, видимо, наша жизнь так засосала, скажем так, каждого в свою колею. И вот, честно говоря, немножко стыдно, что мы утеряли эту связь. Когда и кому пришла в голову идея искать преподавателя? Вот как-то лед тронулся в прошлом году, как раз, когда мы встретились с девочками уже так основательно за круглым столом, в прямом смысле, посидели, и вот какой-то импульс возник заново к поиску. Мы подняли какие-то наши старые воспоминания. И мне это придало сил для того, чтобы сказать, ну, давайте еще раз попробуем. И потихонечку, потихонечку я добралась до вашей передачи, когда все остальные ниточки, которые могли еще быть, но мы поняли, что все, ресурсы их иссяк. Кто-то умер, кто мог что-то знать, кто-то просто не захотел предоставлять информацию. И вот вспомнилось мне как-то про вас. Скажите, пожалуйста, ну, а вот для чего вы его ищете? Чтобы что? Лично я бы хотела ему сказать во-первых, огромное спасибо, поблагодарить. Если бы его возможно было увидеть и обнять, это было бы... Боже мой, что может быть лучше? И сообщить ему о том, что он действительно был одним из самых важнейших людей в моей жизни. Получается так. Как это прекрасно, когда слова благодарности ты несешь через всю жизнь. Это замечательно. Спасибо большое за это. Я считаю, важно донести человеку, что он что-то сделал особенное. Не каждому дано, мне кажется. Развить душу ребенка, вложить в нее столько, что до сих пор, уже будучи мамами, мы о нем помним и помним в душе то тепло, которое у нас прилевает. Сейчас поделиться этим теплом с ним, дать ему понять, что он не зря работал, что он не зря жил. Да? Да. Это здорово. Вы знаете, во-первых, я сейчас, конечно, вспоминаю своих тоже педагогов в театральном классе Бориса Ивановича Бенисона и Ольга Анатольевна Ошник, которых нет уже со мной. Сейчас прям я заплачу. Я так благодарна тоже, что они были в нашей жизни, потому что это тоже наши, это они нам были вторыми родителями. Я так понимаю, о чем вы говорите. И то, с какой теплотой вы говорите о своем преподавателе, лишь доказывает, что это была невероятная личность, которую вы будете нести в сердце и память о котором всю свою жизнь. Я тоже своих помню и с такой теплотой и благодарностью вспоминаю. даже, знаете, до сих пор какие-то вот у меня есть слова, которые засели мне сюда и сюда, которые я до сих пор ими пользуюсь, как подсказкой какой-то от Александра Саныча Калягина и от Аллы Покровской и Аллы Борисовны. Это, конечно, уникальные люди. Уникальные. Понятно, что ваш педагог тоже был уникальным человеком. Педагог от Бога. Посмотрите, это он? Да. Это он, определенно. Ну-ка, а это мы. Да, да, да. Где вы на этой фотографии? Я вот с самого слева. Меня здесь нет еще. Ага. Ну, а как вы думаете, откуда у нас есть фотографии? Так, это не Торхев? Ну, вот первая фотография точно не моя. Такое я не видела. Еще варианты? Чей это может быть архив? Третьего... Ну, смелее. Самое смелое предложение, да? Давайте посмотрим. Когда я включаю музыку из репертуара, счастливое детство, я сразу вспоминаю своих любимых учеников. Ну, и, естественно, как я вкладывал содержание композиции детям, спрашивал, как ты чувствуешь, что ты слышишь в этой музыке? А вот танец бабушки, старушки, мальчики и девушки. бабушки, 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 старушки. Веселый танец был. Цыганочка Иван Николаевич в ударе. В ударе. А я тут вальс грибоедов. Мальчиков не было, пришлось мне снова за мальчика. детям детям надо относиться как к своему ребенку. Да по-доброму, да желательно. Детям нравилось. Родители рассказывают, бежали на занятия с удовольствием. Когда я вижу, что в коридоре до занятий дети отрабатывают движения какие-то и уже заходят в зал разгоряченные и потные, то это ложится на мою душу положительно. Значит, я делаю правильно. Высшая награда для меня, когда ребенок идет по моим стопам. Я о многих детях помню и им очень благодарен, что они восприняли меня как педагога, как наставника. Я посвятил детям свою жизнь, свои мысли и никогда об этом не пожалел. И хотелось бы их вот так обнять, как цветы клумбу и расцеловать. Эх! сколько фотографий у него. Какая память огромная. Вы узнали, конечно, да? Конечно. Геннадий Николаевич, он очень одинок. И для него узнать, что его ищут дети, это огромное счастье, огромный подарок. Потому что вы действительно как его дети. И, конечно, он сегодня приехал. Он здесь. Геннадий Николаевич, выходите к нам, пожалуйста. Мы вас встречаем. Пойдемте, девочки. Пойдемте. сюда. Здравствуйте. Геннадий Николаевич. Здравствуйте. Приговори. Здравствуйте. 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 Присаживайтесь сюда, мы еще поговорим. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад. Спасибо вам, что вы нашли, что вы есть и что вы любите все, что было в счастливом детстве. И вы, наверное, счастливы от этого. Абсолютно. Вы даже не представляете, как мы вам благодарны. Мы будем еще общаться. Мы надеемся. Мы даже не сомневаемся и секунды. Игнатий Николаевич, спасибо вам большое, что вы приехали. Спасибо. Спасибо за все, что вы сделали для огромного количества этих вот детей, теперь таких красавиц. Я думал, мы сейчас здесь хоровод устроим. Полностью. Все так. Вы знаете, устроить хоровод сложновато, потому что очень многие ваши ученицы разъехались, даже по разным странам. но ищут вас ученики со всего мира. Ого. Да. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас сюжет из Швейцарии. Смотрим на экран. Я попала в его коллектив, когда мне было примерно 11 лет. И я запомнила Геннадия Николаевича как человека вдохновленного, но также вдохновляющего. Когда он ставил свои танцы, он предлагал нам поучаствовать. Мы слушали вместе музыку, мы обсуждали персонажей, и это нам давало особенное вдохновение и возможность раскрыться. Сейчас я также преподаю танцы взрослым, и поэтому хочу обратиться к Геннадию Николаевичу. Дорогой Геннадий Николаевич, надеюсь, что мы с вами однажды еще сможем увидеться. Я надеюсь, с вами все в порядке. До скорого. Жиля. Очень рада. Вот она преподает танцы. Приятно. По моим стопам пошла. Да? И благодаря вам абсолютно. Но у нас есть еще одно видео. Как вы думаете, откуда? Из Москвы. Ну, догадаться невозможно, конечно, да. Из Португалии. Ага. Ого. Какой я популярный. Да? Смотрим. Привет. Я Маша, выпускница Геннадия Николаевича и ансамбля «Счастливое детство». Я сейчас живу в Париже, во Франции. Съемка передачи вообще застала меня в Порту, в Португалии. Но где бы я ни была, в моей душе всегда есть специальная полочка, на которой лежат все мои воспоминания и все то, что дали мне занятия в ансамбле и Геннадий Николаевич. Каждый танец имел свой сюжет и историю, и каждый раз Геннадий Николаевич объяснял мельчайшую деталь. И сейчас, будучи взрослым человеком, я понимаю, как это трудно объяснить маленькому ребенку такие серьезные вещи. А он мог. Он мог объяснить, и мы все прекрасно понимали, что происходит и что мы делаем. И это просто потрясающе. Геннадий Николаевич, я очень надеюсь, что вы меня слышите. И самое важное, что я хочу вам сказать, что вы великий человек в моей жизни и занимаете очень большое место в моей душе. И я очень вам благодарна, и я очень надеюсь сказать вам это лично. Спасибо. Спасибо. У меня крылочки вырастают. Вы узнаете всех девчонок? Да. Да? Конечно, узнаем. Слушайте, как же это здорово, когда так вот спустя годы получать такие слова, да? Слова благодарности, что оказывается, сколько вы вложили в людей. Результат работы у педагога, у любого педагога, через несколько лет он не виден в настоящем времени. Когда проходит вот время, они уже осознают, что им говорилось. вспоминают номера танцев. Игорь Николаевич, мы восхищены вами. Спасибо вам огромное за вашу любовь к детям, за то, что вы стали для них таким важным человеком, воспитателем, наставником, папой, потому что девчонки говорили, что вы были для них и вторым папой. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы и будьте счастливы. Спасибо. Это вам от нас. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Берегите себя, пожалуйста. Девчонки, берегите педагогу, ладно? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Несите вам покое. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...